ребята доброе семейское утро я бегу на вокзал я еду сегодня в портенит там очень красивая девушка наняла меня пофотографировать ее прям такая портфолийная я думаю вообще будет сегодня огонь потому что у них она показала не с парнем у них номер прям с видом на юдак по-моему и с видом на море короче мы на террасе фотки по делам на балконе я выехал за два часа мы на час договорились сейчас уже правда 12 час пока я собрался вышел мне нужен будет сегодня отражатель потому что реально мне лень было его доставать из машины или говорит на такие тени сильные на лице пользуюсь отражателем если есть полез я сегодня достал его я ребята в ялте первый раз в этом году я здесь загон еще на месте сейчас быстренько попью кофе и поеду я даже не знаю где маршрутка туда уходит думаю вон там где-то я взял латы такой маленький стаканчик 119 стоит у нас 130 большой сколько тут большой стоит но я снял вы видели я просто не не заострил внимание еще часа себя поймала мысль что я шкерюсь от солнца ищу тень если бы мне кто-то сказал что я в мае месяце буду шкериться от солнца я бы повис покрутил пальцем у виска до этого мая тут такая еще оказывается крутая площадка есть на горах видите что я сейчас все позвонил девушке ты сказал что поносок узел а какой-нибудь яркий химозный прям апельсиновый грейпфрутовый у нас такие фотографии были бассейна прям инстаграм тут ребята кое-какие изменения снова раньше маршрутки я пришел в общем на троллейбусную станцию маршрутки раньше выходили все вот отсюда они уходили потом пару лет они вот отсюда уходили сейчас они снова отсюда уходят и на портенит почему-то ходят они довольно редко и следующая без 10 будет вам не в час надо быть в портените я вспомнил что троллейбус уже тут ходит в общем я подошел побежал быстренько сюда на эту сторону вот тут касса троллейбусу взял билет сейчас через 10 минут поедут не буду ждать а вот тут где маршрутки были все они переехали снова ребята вон туда сейчас поехал чуть вот эту штуку не забыл отражать или машине хорошо цвета не меня кликнула и я пока с цвета не трендел вспомнил что я не взял отражать она машине было это надо было возвращаться домой за ключами если не титане возвращался бы я откуда-нибудь от автовокзала я не спрашиваю на какой троллейбус идти такое лицо застряпала на любое говорит это такое я тоже знаю также еще один плюс какой что в троллейбусе мы саши когда с медведь горы ехали в прошлом году много места кстати скоро будет этот ролик я его скоро смонтирую вот он лежит на жестко но ждет своего часа звездного троллейбусе не так жарко в троллейбусе много места троллейбусе есть вероятно что вы сядете на сидячее место конечно мне придется идти там пешком с трассы но ну ребят капец я уже опаздываю а тут еще вон что делается чинят минсети а я в троллейбусе остановки советские ребята это отдельный вид искусства они везде разные я все уже на протяните тут еще авария две машины врезались сейчас в общем я бегу ищу этот отель все и мы начинаем нашу наикрутейшую фотосессию еще дело в том что я ни разу пешком туда не ходил я туда вообще ни разу не ходил и не ездил я туда ездил только знаете когда нас со светой привезли на каяках там кататься и все а так так кусты по техническим причинам ребят я чувствую что мой загар майка сегодня еще станет ярче все у меня есть красная майка это я так ржал в прошлом году когда мы в морском с игорем были морское да я снимаю смотрите какая красота все в плеще а и да и в общем я снимаю свою красную майку красная майка снялась области шеи руки за кожи ярко-красного цвета это такая ржака была я сегодня не взял очки но во-первых у меня я не могу найти в машине чехол от них это черт ногу сломит я уже перееду и найду этот чехол в машине у черт ногу сломит и не хочу чтобы как у панды загар был меня реально май маяч на пандовый загар получается постоянно поэтому постараюсь я побольше без очков но без майки конечно никак я по городу то не буду без майки ходить ты вообще чуть не хочу я загорать как-то тут тут тоже кип слушать его здесь вообще девственное нетронутая зелье юма и скоро все застроит ребят я говорю я не был в портаните я вспомнил это же парка его азовского конечно же я тут был просто я просто я это немножко местность не узнал а когда вот здесь уже пятачку подъехал так и вспомнил что я еще искал где машины поставить был 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 ребят это света этого и такая ситуация у ребят в общем у них света нам сейчас расскажет какой у них шикарный отдых до покупали путевку в турцию у нас это должно было вообще быть как свадебная путешествия в отель пять звезд джустиниана все включено но спасибо владимир владимирович мы теперь тут в крыму посмотрите какие у нас шикарные виды за окном мы сейчас покажем в отеле три звезды завтрак ужин но вид конечно шикарный что еще просто и еще ребята вне сезон и ценник то такой нехилый на самом деле скажете сколько вообще если бы это турция также 10 дней 5 звезд 110 тысяч и то же самое получилось просто и попали расскажи что сказали по поводу обмена путевок я вообще если мы не инвалиды не 65 плюс тогда ожидайте свои деньги когда-нибудь когда-нибудь наверное да это как бы дата не уточняется до минус комиссия комиссии не помню сколько это 10 или 15 то есть вычет суммы то есть мы бы даже не получили опять же мы все знаем инфляция и эта сумма боже 110 тысяч мы бы ее просто если бы еще пару лет и мы бы наверное ну куда вы на красноярском море на кстати ребята земляки они из красноярска и в общем пока предложили равноценный обмен 31 мая на дворе вала не вовсю бы купались но тут мы помочили ноги посмотрели смотрите какой шикарный бассейн пойдемте не конечно что касаемо вида вопросов нету море конечно наше холодное но вот единственное у ребят говорят хорошо что бассейн бассейн с подогревом и ну сто десять тысяч вне сезон все равно такая сумма 20 мая спасибо за бассейн с подогревом в общем он какой бассейн но и вид на самом деле супер шикарно вот он а и тогда мы сейчас идем мы просто уже отфотографировались но сейчас еще одна миссия говорю ребятам у меня подводный фотоаппарат есть пойдем бассейн попробуем все что нужно сама я к сожалению ты не полезешь смотрите ребята какая территория мы идем в бассейну мы идем в бассейн вообще фотографироваться и реально вид с балкон реально нереальный на теперь вот сама то солнце такое солнце такое заныривай теплый но давай а ты нет видео сейчас пока видео не она реально теплый так ну чё первое погружение камеры все люки закрыты так ну чё первое погружение камеры все но все я пошел давай ныряй Ныряй. Я все, ребята, отработал, ушел от ребят. Сижу, зашел в какие-то платы. Такая кафешка тут прикольная, сейчас вам покажу. На берегу прямо, вон видите, сведер. Туда горы. И здесь фонтанчик есть. Ну, а туда море. Тут просто ржавые горожи лодочные. Поэтому прикрыто все. А так здесь лата вообще 100 рублей стоит на берегу представлять. Красота. Айудак, ребята, ей во влоге тоже надо засветить. Сейчас попробую приблизить инстаграмную оранжерею. Вон она, на инстаграмной оранжерея. Офигенные тут виды, просто стоишь и наслаждаешься. Еще хотел сказать-то за все, достал фотоаппарат рассказать. Ребята же из Красноярска. И представляете, оказывается, из Красноярска, ну, всегда же все через Москву. В Крым в этом году. А я не знаю, может быть, и не в этом году. Но они летели прямым рейсом из Красноярска. Ну, такое, конечно, я имею в виду, такое, конечно, саму ситуацию, что не отдают деньги, а меняют Турцию на Крым. Или же дают, фиг знает, когда потом их отдадут. И фиг знает, еще не полную сумму. И, как ребята говорят, инфляция, там еще что-нибудь. Просто сам факт того, что у них выбора не было, вот это вот тоже напрягает. Покупали Турцию, приехали в Крым. Нет, они, конечно, не жалуются. Но, конечно, не рассчитывали на Турцию. Там 5 звезд, а тут только все хорошо, все шикарно. Но они рассчитывали на Турцию. Они Крым не планировали. И просто сам факт, что в добровольно-принудительном порядке поменяли Турцию на Крым, но это, конечно, ну, честно, уже шокировать начинает такие повороты. Уже видали вроде разные, но вот еще один поворот, изгиб судьбы, назовем это так. Я на кольце. Вон он, вход в парк. Тут, ребята, в Портоните. Мне магаз тоже понравился больше. Тут у них сырки. Сейчас покажу, какие. Ну, в общем, у нас они все по 50 рублей. И он купил орехи. И вот эти все сырки по 35 рублей. 35, а у нас они все по 50. Короче, я так походил, посмотрел здесь. По моему ощущению, как будто и больше всего. И цены меньше. Вроде как. Хотя, может, и показалось. Ну, здесь хороший рыбный отдел. Короче, здесь дофига... Ну, магазин больше явно. Мне еще надо полетать. Как раз закат. Я, ребята, нашел идеальнейшее место для полета. И, кстати, вон какая-то скала там. А внизу, видите, какая-то крыша даже виднеется. А скала, сейчас покажу. Это я вот от дороги отошел. Вон, видите, какая-то скала. А вон она, Юдак. Чтобы вам понятно было, где это я. А вот она, плата. Ну, мое. Я сейчас и сюда тоже немножко полета вставлю. Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, посмотрите, я пока летал. Начался такой закат. Там прям горит небо. И поплата, вон как идут, идут, идут облака. Как уже хочется в такой хороший поход. Вот скоро Светланка разгребется. И вы представляете, Света даже согласна с палаткой идти. Чтобы мы прям по-человечески сходили. А Юдак. А там, смотрите, как тучи прям лежат. Класс. Ребят, в общем, глубоко я стоял, где-то не занимался часами. Я уже переживаю, как я сделал телевизорацию. Не хотелось бы. Я все успел. Билет взял. Ребят, ну что, я дома. Сегодня. Мы же были на бассейне, на море весь день. Это не передать, какая у меня красная шея. Какие у меня руки. Это капец. Рожа как у рака. Скоро нос облазит начнет. У меня же всегда в Крыму нос облазит. Сейчас, ребят, полежать немножко. Я реально сейчас, когда ехал в автобусе, я думал, что придется ехать на такси. Успел все тика в тику. Прям тика в тику я сел на этот севастопольский автобус. Ну нет, я даже немножко подождал. Ну, блин. Я вот не первый раз так делаю. Я гуляю до последнего. Вообще, несмотря на время. Потому что у меня телефон в рюкзаке всегда лежит. И когда я уже стал подниматься наверх, когда уже на квадрики полетал, все это сделал, до меня стало доходить, что, в принципе, маршрутки-то не до 12 ходят. Короче. Ну, слава богу, все успел. Сейчас еще в маршрутке прикол был. Ну, рядом со мной я сел на переднее сидение. Рядом сел мужик датенький такой. Где-то лет 50 ему, наверное. И водителю лет 50. И он, значит, датенький ему там, остановишься там, там. Он говорит, у тебя до куда билет куплен? До Севастополя. Вот до Севастополя и поедешь. Ну, типа, не такси, наверное, ну, как маршрутки-то везде же останавливаются. Он на него говорит, бать, ну, серьезно, там выйти надо. Он на него такой, знаете, вот так смотрит. Ты где, говорит, бать увидел? А, ты, говорит, ты себя в зеркало смотрелся. Ты где, говорит, бать увидел? Он, знаете, уже такой подзависый, на него смотрит вот так. Вот так, говорит, на себя в зеркало смотрелся. Батя говорит. И я прям, на меня такой смех напал. И еще, ребят, сейчас на протоните стояла на остановке, позвонила. Девушка завтра прилетает из Москвы и завтра сразу фотосессия. У нас состоится фото и видео, нужно их снять. В общем, блин, как у меня все горит. В общем, завтра. Сейчас заряжаю фотоаппарат, освобождаю флешку и завтра снова на фотосессию. А вы, ребята, думали уже? Записались ко мне? Не записались, нет, записываться-то, конечно, не надо. Просто определитесь и... И, 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 мы все решили, мы придумаем. Ребята, доброе утро. Сейчас подходит время уже час. У меня, в принципе, все нормально. Ночью немножко горело. Я вон оделся, собрался. Сейчас еду. Еду в Алубку. Там приехала подписчица из Москвы. Будем снимать. Вроде как видео будем снимать, но я вам вчера говорил. И фотографироваться. Лег я сегодня в 5. Потому что я приехал поздно, пока я отдохнул. Мне надо было смонтировать, разгрузить камеры. И, короче, это все затянулось до 5 утра. А стал я в 11. В начале 12. Ну, ничего, так поспал, но все равно я бы еще немножко поспал. В общем, все, поехал я в Алубку. Поеду я на машине, потому что я уже опаздываю. А, вон что я сейчас делал. Снял штору с окон. Дима понес их стирать. Ни разу я не видел эти окна без штор. Все пледы Дима пособирал. Все, короче, это все понес мыть. Ой, мыть, стирать. Так, все, ладно, ребят, не буду я разглагурствовать. Я вчера весь день был без очков. И я сперва забыл, думал вернуться, а потом думаю, нет, пускай загорают глаза. Сегодня, наверное, я возьму очки. И еще мне надо в машине раскопать другие очки. У меня там в машине еще трое очков. Мне надо менять очки. Потом сегодня я еще думал, что подстригусь, но уже какой подстригусь. Если я еду, я думаю, что мы долго будем снимать тоже все. Ребята, смотрите, где я приехал, в общем, к этой девушке. Зовут ее Алиса. Сейчас я вас с ней познакомлю. Тут внизу вон такой бассейн огромный. И он почему-то пустой. Тут прям хорошо видно и Петри. Здесь вот такой бассейн. Короче, тут шикарно. Алиса пошла для кадра взять кое-что. Ну, чтобы красивые кадры были. О, тут, конечно, виды. Офигенские. Вот это санаторий, где Дима работает, охраняет. Класс. И море, 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 море. Ребят, познакомьтесь. Это Алиса. Алиса приехала из Москвы. Своё место у Алисы. Мы вчера разговаривали. Алиса говорит, у тебя семи из, у меня Алубка. Я говорю, да, кто спорит? У каждого своё место. Ага. Вот эта фрунза уходит туда, и она прям, там, вот. Я думаю, что... Я думаю, что... Я думаю, что люди не знают таких мест здесь. Вот я приезжу, и ты знаю, потому что я люблю Алубку. Я думаю, что даже и в центре, там, где Ленин, ну, я не имею в виду, возле самого Ленина фотографироваться, а там красивые кусты. Ну, он сам себе красивый, он золотой. Ну, да. Я сейчас Алисе такой, конечно, себе комплимент сделаю. Я говорю, вот, смотрю на тебя, как будто калиминогвин. Я напоминаю, что такое себе, конечно, ну, реально. Ой, как интересно. У меня столько архетипов оказывается, столько во мне люди находят что-то новое именно для себя. Как приятно. Нам делать позитив несу и вдохновляю. Всё, мы сейчас начинаем фотографироваться, снимать видео. Ребята, всё, мы с Алисой закончили фотосессию нашу. Крутых фотографий наделали. Всем хорошего отдыха. Да, Алиса сейчас пойдет дальше гулять. Скоро лето уже начинается. Мы сейчас были возле церкви. Блин, какое там цветение. Рос. А это Алисин сын. Всем привет тоже от всех. И всё. И море. И море. И всё цветёт. И вот тут ещё. Сейчас Алиса, кстати, мне показала такое. Сейчас пойду это снимать. Санаторий, который был закрыт. Я ещё иду, думаю, да ну нафиг, как я тут раньше не был. Оказывается, потом я вспомнил, там сидела охрана. Я бы туда не пошёл. Алиса говорит, пойдём туда ещё. Хорошо, чтоб проводила туда. В общем. Ну я для своей же пользы ещё. Да. Там очень классные фотографии получились. Да. Такой прям антураж мистический, загадочный. Что это такое там? Сохранилась, кстати, архиттура. Сохранилась, ребята, и сараев никаких там нету. Да. Сарай дедов. Всё, ладненько. Пошли мы. Ильдедушку. По своим делам. По своим делам. Да. Ну всё, давайте. Приятно было познакомиться. Хорошо время провели. Спасибо. И вам за вашу работу. Ну всё, на связи. Ребята, я всё. В Алубке. Хотел я съездить до развала, до какого-нибудь купить. Клубники. Посмотреть, по чём тут фрукты, овощи и купить клубники. И я сейчас выходил с этого места, где я снял ролик. Ребят, какое шикарное место. Я не знаю, что раньше влог или ролик выйдет. И в общем, прям на выходе развал с фруктами и овощами. Я набрал. Я набрал. Сейчас приедем домой. Я вам покажу, что я набрал. Я взял помидоры, огурцы. Короче, клубнику. Сейчас приеду, всё покажу. Я так говорю, гулял прям с удовольствием. Не спеша сел, отдохнул, посмотрел, понюхал окружающую среду. Потом пошёл в другое место. Сходил. Пофотографировал, поснимал. В общем, часа полтора на это ушло у меня. Но зато я не как это, знаете, всё. Бегом, 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 бегом. Нет, всё. Я с чувством, с толком, с расстановкой всё сделал. И даже купил фрукты. Всё. Еду домой. Ребят, я всё дома. Посмотрите, какой я ещё краснее стал. Мы на бассейне сфотографировались. На бассейне такое жарево было. Бедная Алиса. Она там никак. Ну, реально, даже мне там, смотря в экран, я мучился. А если ещё и позировать надо? Ну, такое, конечно. Её солнце прямо очень яркое. Но я уже всё готов. Загорел. Покажу вам сейчас свои покупки. Я говорю, я вышел, когда с этого, ну, зашёл к вам, зашёл. Тут женщина стоит, продаёт овощи. Фрукты, овощи. И первое, что я увидел, это этикетки. Я увидел, что клубника стоит 120 рублей килограмм. Я увидел, что помидоры там стоят 110 рублей. Я увидел огурцы, что там по 80 рублей. И ценники, представляете? Ценники. Надо же, в Алубке есть ценники. В общем, капец, как она пахнет. 110 рублей килограмм сейчас клубника. Я взял, так, вот такая клубника. Потом вот такие вот прям натуральные. Ребят, мягкие. Видно, что такие прям уже помидоры настоящие. За сметану у меня только нету салат сделать. Помидоры по 110 или по 120, что-то такое. Потом, ой, клубники на самом деле. Я взял два лотка. Второй лоток. Потом огурцы. А, черешня по 300 рублей. Черешня по 300 рублей. Взял килограмм черешни. Потом по 80 рублей огурцы. И вот этого я взял. Не помню, сколько. Ну, что-то рублей 100 тоже стоит. В общем, Алубка forever. Вот это вот все на 1000 рублей. Тут овощи, извините мне, клубники. Только вон две штуки. И так работает со всеми. Если человек идет и видит цены. Даже, вот, я не знаю, сколько должна стоить клубника. Но для меня это приемлемая цена. Я подошел и купил. Как и со всем остальным. Так что, не знаю, как они без цен. Ну, как-то, наверное, работают. Ну, ладно, это уже тоже мое. Кому-то цены эти нафиг не нужны. В общем, все. Я буду есть клубнику. Продолжение следует.